Вы замечали, что когда болит душа, в какой-то момент тело тоже начинает реагировать. Переживания, которые человек долго подавляет в себе, могут проявиться в виде какого-то заболевания. В медицинском сообществе даже есть такой термин – «святая семерка». Список заболеваний, первопричины которого спрятаны в человеческом сознании. Бронхиальная астма, язвенный колит, язва желудка, гипертоническая болезнь, кожные высыпания, артрит, нарушение функций щитовидной железы. Что такое психосоматика и с какими заболеваниями тело поможет справиться психолог? Об этом в ближайшие 30 минут. Это программа «Разговор по душам». Я Галина Топилина. Здравствуйте. Сегодня у нас в гостях психолог, телесно-ориентированный терапевт Алексей Титенков. Алексей, здравствуйте. Здравствуйте. Изучая ваше направление, я столкнулась с терминами, которые мне непонятны. Это биоэнергетический анализ и телесно-ориентированная терапия. Расскажите, пожалуйста, что это за понятие, что это за направление психологии? Насколько оно новое и популярное сейчас в наше время? Свои корни это направление берет в психоанализе еще со времен Фрейда. Вильгельм Райх, его основатель, когда-то он был одним из приближенных к Фрейду людей, занимавшихся психоанализом. И в своей работе, он таким был мощным аналитиком, он заметил, что есть такое понятие в психоанализе, как сопротивление, сопротивление терапии. Ну то есть вот идет, выстроилось доверие между клиентом и терапевтом, да, и человек уже может свободно говорить о своих ассоциациях, не чувствует скованности, о чувствах своих, и в какой-то момент терапия перестает продвигаться, перестает происходить позитивные изменения. Он заметил, что во время терапии человек, когда он подходит к какой-то тревожной, очень, значит, болезненной, болезненному процессу в душе, он начинает замирать, перестает дышать. Райх заметил вот эту особенность и наблюдал за тем, что происходит с телом человека. Он одним из первых в терапии стал говорить, надо важнее слушать не то, что человек говорит, а то, как человек это делает. Вот. Он увидел, что вот тело в этом, да, так вот участвует. И участвует в борьбе, в недоверии другому человеку, чего-то очень важного, такого сокровенного, болезненного. Тем, что вот сюда включается функция дыхания, да, человек перестает дышать, замирает. И это и есть борьба. И он стал искать способы преодолевать сопротивление. Он просил человека глубоко дышать. Те места, где не идет кровь, где за счет дыхания улучшается кровообращение, и вот в тех местах, где побледнение, там блок, значит, там не проходит кровь, там, значит, мышечный спазм. Он на эти мышцы давил очень сильно, то есть повергал эту мышцу в стресс. Она и так скована, да, сдерживает что-то, какую-то экспрессию эмоциональную. И он на нее еще больше давил, и она не выдерживала, распускалась. И в этот момент высвобождался аффект. Человек кричать начинал или плакать. И если так психоаналитически говорить, в сознание приходил новый материал для анализа. То есть появлялась какая-то там ситуация из детства, человек что-то вспоминал. Именно запрет на выражение себя, своих чувств. Но именно на этом сейчас мануальная терапия основывается, да? Вот они тоже по точкам ищут эти блоки зажима, как-то вот работают. Но это немножко другое направление, да? А вот именно психология, за счет чего происходит воздействие на человека, что вот устанавливается эта связь между сознанием и телом? Ну, надо сказать, что биоэнергетический анализ – это одно из направлений именно прям психотерапии. Что такое психотерапия, по большому счету, это вот есть разные определения, да? Но то, что вот мне нравится – это лечение души душой. Можно сказать, что это такая идеальная ситуация детства, да? Когда есть хороший папа или хорошая мама, который все свое внимание отдает тебе и заботится о тебе, о твоих потребностях. А вообще, насколько в целом человек, ну, вот люди способны осознавать, что вот если с ними что-то не то происходит, ну, в физическом плане, что дело именно вот в душевном состоянии, сознании? Это вот такой тоже очень большой вопрос вообще, как и вся психология, психотепрактическая психология направлена на то, чтобы помогать. Душа – это так, это то, что обобщает все процессы, делает их цельными и помогает ставить, поставить тогда цель, связанную с потребностью, да, человека, и к этой цели двигаться. Вот все, все, все психические процессы направить на это – память, внимание, воображение, на достижение нужной цели. И у всех людей есть пять базовых чувств. Страх, гнев, печаль, отвращение – очень важное базовое чувство, вот, отвернуться, да, не переваривать что-то. Ну, в крайней степени реакция – это рвота. Выбливать то, что съел, отравленное. Вот. Сейчас модно в психологии говорить про токсичные отношения, вот это из этой области. Если у человека заблокирована способность переживать отвращение, он в токсичных эмоциях остается, пытается переваривать яд, как-то изменить ситуацию. Он не понимает, что я беру внутрь себя, внутрь своей психики что-то, что меня отравляет постоянно, я не могу с этим ничего сделать. – Фильтровать не умеет, да? – Да, да. И все время отравлен. Единственная реакция – это рвота, да, это отстраниться и не иметь с этим дела. Здоровая реакция. Ну, вот, вот пять базовых чувств, да. И, а, пятое – это удовольствие или радость. Когда человек начинает бороться с любым из базовых чувств, механизм борьбы – задержать дыхание, снизить уровень метаболизма, чтобы не чувствовать сильное чувство, с которым мое сознание не знает, что делать. Если я борюсь со страхом, я борюсь с гневом, с отвращением или я боюсь плакать. – И все в теле находит отражение. – Да, да. Сейчас я тоже скажу, да. И тогда я подавляю дыхание и попадаю вот в депрессию, тогда и радость не могу испытывать. – В психологии, да ну и не только, в общем-то, есть такой постулат о том, что все из детства идет, все проблемы из детства. И вот я прочитала о том, что самые базовые такие годы в жизни человека – это, ну, соответственно, с нуля до года и до трех лет. Это вот когда закладываются основные физические навыки, психическое здоровье, да. И я вот хотела вас спросить о том, что нужно сделать родителям, чтобы не упустить этот важный момент и, собственно, гармонично развивать своего ребенка и чтобы уже во взрослом возрасте не всплылили какие-то вот психологические неприятности. – Ну вот родителям в таком случае нужно становиться немножко психологами. Человек, рождаясь до пяти, на самом даже деле, лет, потому что возраст с трех до пяти тоже очень важен, я сейчас скажу. Осваивает пять базовых прав ребенок. Первое право – быть в этом мире отдельным живым существом. Как это право осваивается? Вот ребеночек рождается и кричит. То есть он пытается установить связь с кем-то. Я живой, я здесь кто-то еще, кто меня услышит, мне плохо, помогите. Он ничего этого не осознает, но он строит контакт. – Это единственный способ, который он может применить? – Ему доступен, да. Потом к этому способу подключится там головка, глаза, руки по мере развития, потом уже и ножки. Он будет бежать туда, к тому, чтобы прикоснуться и вступить в контакт с тем, что его развивает. И убегать будет, отворачиваться, да, отвращение вспоминаем оттуда, что его разрушает, вот, или причиняет боль. Второе право – это право на поддержку, удовлетворение потребностей. Вот. Так это немножко посложнее, но они как раз осваиваются вот в этот период с рождения до полутора лет. До шести месяцев ребенок учится формировать контакт живой. Ну, это происходит с мамой сначала, через кормление грудью, да, и в этом должна участвовать душа мамина, а душа ребенка на это отзывается. Если мама дает ему жизнь, вот мое молоко, вот моя любовь, бери жизнь от меня, да. Ребенок берет грудь и ест молоко и наполняется, он чувствует тепло в животике, и у него наступает вот это ощущение удовлетворенности. И у него формируется такой опыт. Если мне плохо, значит, я могу покричать, то есть что-то проявить свою волю, да, первый способ такой, и повлиять на мир. И мир откликнется, он хороший, он что-то сделает со мной, что мне станет лучше. Вот. Так формируется вообще контакт с потребностной сферой через телесные и базовые потребности. Для этого очень нужна мама и живой эмоциональный контакт с ней. Если, ну, знаете, там 90-е годы был такой популярен спок, в числе прочего хорошего о том, что он писал, есть такая рекомендация. Вот. Это вражеская книга. Есть рекомендация, чтобы ребенок начал становиться самодостаточным, поскорее оставляйте его в кроватке одного. Он научится быть один. Первый раз он поплачет там 30 минут, посинеет, не бойтесь, все нормально, вытрите ему, утрите ему лицо влажной тряпочкой. Второй он там раз поплачет. 20 минут, а через неделю он перестанет плакать. Что происходит? Происходит нарушение, вот освоение этого базового права быть живым существом. Ребенок пробует быть живым, зовет, но не получает контакт и поддержку. В какой-то момент, он в этот момент голодный, у него нет энергии, он кричит до истощения. И он испытывает ужас постепенно, что к нему никто не идет. И потом он в этом ужасе застывает. И вырастает человек с шизоидным характером, то есть это его способ удовлетворять потребность любви, отказаться от своих потребностей, потому что если я их чувствую, я должен кричать, а никто не придет, это вызывает ужас. И вот возникает, есть такое понятие диссоциация. Человек отделяется от своего тела, он остается, сохраняет часть своего я как бы в своем сознании, но тело, мне чуждо, оно, от него мне одни неприятности, оно заставляет меня страдать от потребностей неудовлетворенной. Ты вырастает такой худенький человек, формируется определенная телесная структура, вот язык тела улованный есть, да, и шизоидный характер. Человек, взаимодействующий взаимодействующий с другими людьми на уровне идей. Он боится быть живым, боится быть в контакте. Он философствует. Да, одиночество потом проявится. Да. А сегодня вот тоже... Сейчас, дальше про права еще расскажу. Нет, подождите, я вот еще об этом. Сегодня тоже популярная такая есть методика самостоятельного засыпания, когда оставляют ребенка одного, чтобы он, ну, покричал, покричал, и потом в итоге сам уснул, успокоился, и, собственно, вот в систему входит. Это ведь об этом тоже, да? Вот здесь важно понимать, что если вы оставите ребенка одного в шесть месяцев, на что способна его психика и на сколько он развит, или если вы его оставите засыпать одного в три года или в пять лет. Это важно, потому что вот почему полтора года? Ну, еще вернемся, да, вот он если в норме, вот я показал, да, что есть потребность в установлении контакта, и полгода, первых полгода ребенок, основная задача развития психики, это развивать способность устанавливать живой контакт с кем-то во внешнем мире. Если все в порядке, мама откликается, надолго не оставляет его одного, он начинает чувствовать свое тело, свои потребности, и он начинает их понимать. Дальше у него появляются ручки, он начинает их использовать, исходя из своих потребностей, они же побуждают нас двигаться. И к годику ребенок, дети уже начинают понимать речь и говорить что-то, то есть ребенок учится называть свои потребности, пить хочу, писать хочу, вот. И к полутора годам уже вот как бы все хорошо, уже у ребенка начинает появляться познавательная потребность, и он хорошо чувствует свои желания, вот уже, он их может называть. Вот ему нужна поддержка в том, чтобы он мог эти желания чувствовать свои. Тут проблема в чем получается, что желаний становится все больше и больше по мере развития ребенка, и появляется познавательная потребность. И маму не хватает сил, должен включаться папа, брать ребенка там, идти с ним гулять, или нести его там сто раз к кухонному шкафчику. Ребенок в это время уже может делать так, вот его берешь на ручки, он сидит, и он делает вот так. Он говорит, я, это не ты, я уже кто-то отдельный, другой. И мне интересно, вот указующий жест, да, вот что там. И ты его, он еще ножками сам туда достать не можешь, но ты его несешь, и у него этот процесс развития психики, это его интереса, для достижения цели развивается, идет, открываешь шкафчик, это гречка, это рис, это, значит, макароны. Так, не знаю, 30-40 раз, вот по моим подсчетам, с моими двумя дочерьми было. Потом она сама начинает говорить, это речка, гречка, рис. Но, Алексей, давайте немного вернемся, опять же, в нашу тему. Вот, получается, если в детстве родители допустили какие-то вот такие... Сейчас, Галь, ну, простите, пожалуйста, а если его не берут и не несут, он просит, а его не несут, не дают ему поддержку, он впадает в уныние. У него как бы, он тянет руки, помогите мне, возьми меня на ручки, поддержи меня, у меня есть потребность. Если его не поддерживают, опускаются ручки вот так, тут ямка такая в теле, уныние такое, нет энергии. Но вот в какой момент это все в систему входит и во взрослую жизнь уже переходит? Вот, если у родителей не хватает времени, сил на поддержку, ну, как в какой момент? В тот момент, когда нарушается поддержка в естественном развитии. Если там его в три месяца начинают оставлять одного, ну, он будет вот с шизоидным характером, как минимум, этот ребенок. А в стрессовых ситуациях будет психотическими защитами реагировать, то есть у него будет вообще терять связь с собой. А еще в детстве это непонятно, что уже что-то, какие-то нарушения, вот, ну, там, грубо говоря, до десяти лет родители могут заметить, что с ребенком что-то не то и уже пойти к психологу. Так вот и проблема-то в том, что если моих родителей, когда растили, им давали поддержку, они чувствуют, что у всех людей и у детей, как у людей, да, есть базовое вот это право по этой поддержке. Они тогда мне ее дают. Вот. А если мои родители этого, ну, там, мама родилась в 45-м году, вот, и слава богу, там бабушка ее растила и хватило ресурсов, да, но могло бы же быть и так, что нету никого там, да, или, ну, вот, например, у меня есть вот эта оральная травма, да, травма поддержки. Я по себе хорошо знаю, как я там учился и до сих пор и хочу спросить других людей о помощи, жаловаться, когда там мне трудно, ну, и искать помощи. В семь месяцев мама ушла на работу. Так было положено, да, я остался. Надолго стал оставаться один, и вот сформировался этот радикал, как бы, в психике уныния, неверия, что я могу получить то, в чем я нуждаюсь. И, исходя из этого, недоверие своим желаниям, да, и своим нужным. Вот так это формируется. Вот. Ну, то есть, ей там не хватило поддержки. И вы спрашиваете, могут ли родители увидеть? Если у родителей есть похожая травма, они не могут это увидеть. Они начинают видеть что-то, когда им, ну, врачи уже начинают говорить, когда уже проблема, такой серьезный характер приобретает с точки зрения здоровья. Вот. Вот как раз тема нашей передачи, когда все это переходит из, вот, из детства, из душевных каких-то переживаний, травм, вот именно в здоровье. Да, из боли, из боли, в заболевание, в такую, в болезни, в заболевание, в болезнь. А всегда ли вот эти боли и зажимы в организме связаны с психологией? Ну, вот пока про соматические заболевания мы не говорим, а вот именно про зажимы, когда вот что-то где-то болит, когда осанка неправильная. Всегда ли это в психологии дело? Алексей, у нас осталось не так много времени до конца передачи, поэтому... Я, знаете как, стал бы избегать вот этих... Утверждений, что всегда или никогда, потому что, ну, это тогда позицию мою, как бы, как я тут вот как, не знаю, пророк, который вот с Богом разговаривает. Ну, нет, хорошо. Всегда есть там генетический какой-то компонент, но я могу... И все на все смотрят каждый, исходя из своего инструмента. Врач из своего. А я как психолог, как телесно-ориентированный терапевт, и из своего, своей точки зрения могу смотреть и говорю, что это мое мнение и мой опыт. Я практик, я давно в практике. У меня всегда так. Вот, когда мы делаем какие-то опыты, или человек в процессе консультации говорит, например, у меня болит голова. Я предлагаю сделать ему какой-то опыт для того, чтобы боль ушла. Например, он там может взяться за голову и какое-то время так посидеть. Ну, здесь же, сколько я, 6 лет учился, чтобы стать сертифицированным терапевтом, вот, с международным правом таким, работать с русскоязычными людьми в любой стране. А по-моему, еще 3 года я проходил супервизию и повышал квалификацию. Это про что? Про то, что у меня есть инструмент, я могу предполагать, строить гипотезу, от чего болит голова, и предложить разные опыты. Или я могу там, у меня есть матрас, специальный мат, такой там 30-й плотности поролоп, вот, он, его можно бить прям со всей силой руками, ногами, делать вот эти экспрессивные опыты детские, и при этом человек не травмирует себя. Он может, например, побить головой, матрас, так, или там, бум, эту боксерскую подушку такую большую, и его боль проходит. То есть я могу угадать, предположить и угадать то действие, которое запрещено ему. И выразить вот эту боль, это когда очень много энергии и какого-то чувства в одном месте сконцентрировано, и человек не знает, что с этим делать. Он от этого отделен, дисцирован. Вот. И вот экспрессивные опыты помогают увидеть, что это. Разрядить энергию, увидеть, сказать, а, вот это что, я вот бьюсь головой, это я так своими родными живу, как бы. Я пытаюсь до них докричаться, что-то им объяснить, а никто меня не слышит. И вот, и это действие даже бесполезно. И, а смысл еще в чем? В том, что когда я, мое сознание перегружено, я не могу найти выход. Возникает диссоциация от тела. То есть я начинаю игнорировать тело, перестаю его ощущать. Нету энергии. Вот. Остается одна голова, которая болит от той энергии, которая там ищет выход. Сознательное какое-то решение. А решение в действии. Вот эти опыты помогают перераспределить энергию, и человеку помогают ощутить тело, ощутить себя. О, я в себе, и мне хорошо. Алексей, у нас не осталось время уже до конца нашего выпуска, но я задам все-таки еще один вопрос. Под занавес именно вот сегодняшнего выпуска. А насколько телесно-ориентированная терапия влияет на характер человека? Вот я об этом читала. Спасибо, да. Получится кратко ответить? Это, поскольку телесно-ориентированная терапия считается, что это приобретенное свойство, и это привычное для человека поведение в отношениях, проявляющиеся с другими людьми. Мы считаем, что это способ удовлетворения потребностей в любви. Если меня любили за то, чтобы я молчал, вот я молчу. Если меня любили за то, что я был таким мазохистичным, послушным, трудился, терпел, то я терплю. И формируется определенного склада тела. В мазохистичной структуре такая короткая шея, поджатый таз, яблочки такие люди. Живот большой, это страх такой. Сиди и не высовывайся, говорили. Будь послушным. Человек вот живет такой. А тело его растет. И вырастает он во взрослого. Это, кстати, с полутора до трех лет вот это и происходит. Такой послушный. И отвечаю на вопрос. Коррекция характера – это одна из целей терапии. То есть помочь человеку обнаружить и освоить другие способы поведения в отношениях, которые связаны с его потребностью любить и быть любимым. То есть давать любовь и брать любовь. Да. Алексей, на этом моменте я вынуждена прервать вас. У нас не осталось эфирного времени совсем. Но я думаю, что мы обязательно продолжим эту тему. У нас сегодня в гостях был Алексей Титинков, психолог, телесно-ориентированный терапевт. Мы увидимся с вами через неделю. Всего доброго. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова